Доброе-доброе утро! К нам присоединилась замечательная телекомпания, самая нужная телекомпания ТБМ. И у нас гость в сути. Катя, привет! Привет! Мы говорим о нашей церкви, говорим с вами о движении, которое есть у нас в церкви. И вот никто так все не знает, как Катя. Вот, поэтому... Породу детьми. Да, породу детьми. У нас столько всего произошло. Просто почему я все время пытаюсь рассказать? Потому что люди думают, что церковь евангельская умерла. Ну, не умерла, а такая стагнирует. Нет-нет-нет, ребята, все кругом движения. У нас были два энкаунтера. Один из них возглавлял ты. Да. Как там все прошло? Ну, огромный плюс энкаунтера. Да, многие люди, кстати, говорят, что энкаунтер больше не работает, что ничто не происходит там. На самом деле энкаунтеры работают. И там происходят чудеса. Происходят чудеса изменения. И у нас было 40 женщин, из которых 26 приняли водное крещение. То есть это прямо вот новые люди? Да, это люди, которые пришли к Господу от полугода до двух буквально месяцев назад. Я считаю, что это большой успех, это хороший плод. И самое интересное, что когда слушаешь на таком энкаунтере, где действительно очень много новых женщин, новых людей, ты понимаешь, что им интересно, они хотят все знать. Да, я понимаю, что все нормально, все нормально. Да, и что тебе кажется, что ты 28, 30, 50 раз проповедующий о кресте, а люди получают откровение, получают свободу через это, наслаждаются потом своими изменениями внутренними, ты видишь их глаза светящиеся, и ты понимаешь, что ты это сделал не зря, и что это нужно, это действует, это работает, и ничего не изменилось, то есть все нормально. То есть люди у нас в церкви каются? Да, люди у нас в церкви каются, люди у нас проходят университет жизни, это подготовка к энкаунтеру, они едут на энкаунтер, то есть они замотивированы, им интересно, они хотят пережить эти изменения, и очень много было вопросов, общения, даже на энкаунтере люди просто задавали вопросы. А как мне дальше с Богом жить? А как мне вот сохранить эту свободу? А что мне делать с моей семьей? Как мне дальше двигаться? Ну, для тех, кто не знает, что мы часто кидаем это слово, энкаунтер, это какая-то трехдневная встреча с Господом, мы уезжаем на три дня, у нас все по-прежнему, мы ничего не изменили, у нас все те же темы, вот вы знаете, как в 2003-м темы эти стали, так они до сих пор и есть, и все действует, все работает. Мы хотели сделать свидетельство, но не успеваем, чтобы посвидетельствовали люди, потому что у нас эфирного времени не хватает. Ну, 26 человек прям крестились. Да, прям крестились, то есть они осознанно сделали этот шаг, потому что мы всегда говорим о важности водного крещения, мы вдохновляем сделать этот шаг, но мы не принуждаем людей, мы говорим, это ваша свободная воля, то есть вы должны принять это решение. Вот 26 женщин приняли решение принять водное крещение. А вот исповедание все так же, вот люди прям открывают свое сердце, открывают свои грехи. Да, да, но, во-первых, очень важно то, что мы готовим человек к исповеданию, и, кстати, я заметила вот на этом энкаунтере очень четко, те люди, которые были хорошо подготовлены к энкаунтеру, они максимально пережили на нем, то есть которые были действительно подготовлены своим наставником, лидером домашней группы, либо они прошли университет жизни, это вот курс подготовки к энкаунтеру, они приехали туда осознанно, как бы целенаправленно покаяться в каких-то вещах, очиститься, освободиться, принять водное крещение. Ну супер, супер, прям, я не знаю, это такое время действительно удивительное. Потом был у нас мужской, мы как-нибудь о нем так же, ну там, примерно, то же самое все происходило, только, ну, ну разные, да, женские и мужские энкаунтеры, они разные. Да, женщины, они больше связаны с эмоциями, мужики, они так вот как-то более закрытые, но потом нормально все происходит. Кстати, у нас не был такой уж очень эмоциональный этот энкаунтер, хочу сказать, он был очень спокойный, очень такой взвешенный, и видно, что люди, они действительно были готовы вот воспринимать эту истину, получать информацию и как бы переживать. Ну, люди поехали, а команда, которая служит, новые появляются люди, которые ездят на энкаунтеры, потому что кто-то, вот, например, как я, я уже не помню, когда после раз был, не могу даже сказать, что я прям хочу, умираю, но я съездил раз в сто, но новые есть, которые служат, и вот они бы нас всех сменили бы на этом посту замечательно. Да, я взяла людей из своей команды, многие из них, кто-то ехал второй раз служить, кто-то третий, были люди, кто пошел первый раз служить, и для них это было тоже такое вдохновение, и прям для них по-другому мир открывается, потому что они были сами на энкаунтере, а тут они уже служат, им что-то доверяют, доверяют проповедовать, и такое поколение уже растет. У нас прекрасная преемственность, прекрасная, просто прям, вообще супер. Так, у нас ближайшие мероприятия, которые грядут, это приезд. У нас будет пастерский лидерский тренинг здесь, он будет у нас церковь посольства Иисуса проходить, и к нам приезжают два замечательных филиппинца, это Бишоп Ориэл из Филиппины, его помощник Джунелли Ванак, и они будут рассказывать о том, как укреплять домашние группы, видение, то есть это будет два таких дня, очень насыщенных, и у нас он начнется в понедельник, 25 ноября, и закончится в среду, 27 ноября, то есть вторник будет такой полный день, и также у нас для всех пасторов потом будет выезд на нашу базу, такое время общения. Смотрите, это как бы не совсем наше внутреннее мероприятие, но большинство, конечно, будет наших, потому что энкаунтер это часть того, о чем они будут говорить, то есть вот мы говорим энкаунтер, люди, но что делать потом, как дальше человек будет развиваться, как он именно станет служителем на этом же энкаунтере, как он начнет свою домашнюю группу, об этом будут вот эти семинары, поэтому, друзья мои, это будет очень круто, если вы приедете, потому что у нас на сети все есть. У нас есть в социальных сетях вся информация, либо по нашему номеру регистрации всегда можно в офисе узнать всю подробную информацию, также следите про за нами социальных сетях. Да, к сожалению, недельки, ну не выходные, чтобы вот можно было выделить, с другой стороны, это такая рабочая атмосфера, то есть это не будет конференция, где будем фейерверки взрывать, это вот такое, знаете... Это прям тренинг. Тренинг, да, бизнес-обучение, как церковь функционирует, потому что у них все растет. Да, все растет, и очень интересно, они везут там новую какую-то программу свою тоже, они расскажут, поделятся. Я думаю, что какие-то вещи, которые мы уже начали внедрять, они в принципе так или иначе работают у нас, они будут об этом говорить и о чем-то новом. Да, кстати, вчера какая была хорошая детская... Да, огромное спасибо. Вообще. Всем служителям. Да, это просто еще одно мероприятие, которое было в свое время. Мы потеряли чуть-чуть темп из-за того, что у нас... Знаешь, я вот как говорю в таких случаях, был такой некий религиозный оттенок дан детским праздникам. Сценка со смыслом, надо догадаться, проповедь. А вчера у меня дети визжали прям, при том были в таком восторге, поэтому мы просто вчера, особенно они выбежали, эти ряженые все были. О, это было так смешно. Карлсон был. Ничего же в Библии нет про Карлсона. Нет. Про морячка с этим красным носом. Ну, реально было весело. Кать, вот тоже я смотрю, детские служители наши уж неубиваемые тоже какие-то. Они молодцы. Да, поэтому... А, кстати, кемп у нас будет на следующей неделе. Да, детский кемп. Молодежь. Молодежь. Подростков молодежь. Так что это? Да, поэтому всех подростков от 12 до 18 лет мы ждем. Это будет чудесное время. И название кемпа, кстати, если бы у Иисуса был инстаграм. То есть очень интересная такая привязка. Я думаю, что там ждет много интересного нашу молодежь, наших подростков. И если вы хотите в эти каникулы, добро пожаловать, регистрируйтесь. До 30 октября мы принимаем заявки. Я вам скажу, Кать, за эти кемпы вообще надо человеку, памятник ставить, человеком, который туда ездит. У меня дочь, средняя, 13 лет, вошла в кризис вот этого вот переломного возраста. С 10-го раза только слушает. Все у нее переоценка своих ценностей, всего остального. Но кемпы ее так меняют, так меняют. Как старшую изменили. И это тоже. Это очень круто. Прям вообще круто. Еще раз скажи числа. Вот эти вот выходные ближайшие. 2-4 ноября. 2-4 ноября. Друзья, 2-900. Только питание, проживание. Да, питание, проживание. На самом деле недорого. Вот, поэтому, друзья мои, у нас миллион всяких мероприятий. В следующий раз, Кать, мы тут в ближайшее время расскажем все наши рождественские мероприятия. Да, и будет много. Вообще будет удивительная вещь. Надо прививать Рождество. Вот, у нас паста уже выскочила на сцену. Все, Кать, спасибо тебе огромное. ТБ, мы перекидываем вас в зал. Все онлайн пишите нужды. В конце молимся за нужды. Все, вперед. Библейский центр посольства Иисуса на втором богослужении. Поприветствуйте друг друга. И в любви присаживайтесь, друзья. Пожалуйста, присаживайтесь. В любви, в мире. Я только что приехал с Большого собора нашего союза РосХВЕ, который проходит каждые 4 года. И в этом году снова был избран заместителем начальствующего епископа по Приволжскому федеральному округу. Вот, снова, на следующие 4 года. И в этом году также был избран в Духовный Совет. Это высший орган нашего союза. И вот тоже в этом году меня первый раз избрали в Духовный Совет. Поэтому тоже большая честь. Большая честь. И большая честь, друзья мои, каждый раз быть в своей родной церкви, проповедовать, служить. Конечно, многие из вас могут подумать, ну а что, не Андрей Кочкин проповедует, он тоже известный пастор. Но, представьте, он ведет прославление на трех собраниях, и если он еще будет проповедовать, то он просто упадет. Поэтому мы с ним договорились. Он поет, я проповедую. И так я в своей церкви давно уже не был. Хорошо, друзья мои, у нас сегодня день благословения детей. Если кто-то принес детей на благословение, то подходите, если есть такие люди. На первом собрании были, на втором мне никто не сообщил. Нету, я так понял. Хорошо? Не знаю, хорошо или нет, что нету, но то, что я услышал ответ, по крайней мере. Слава Богу, есть ли люди, которые пришли сегодня на благослужение первый раз Библейского центра посольства Иисуса? Поднимите вашу руку, если есть такие люди, мы дадим информацию о нас. Есть ли люди? Пожалуйста, поднимите руку. Кто первый раз? Первый раз. Просто я вас не вижу. Вот вижу там. Еще есть ли? Еще есть ли люди? Еще на балконе, может быть, есть. Ну, в любом случае, слава Богу, друзья мои, кто-то там потерялся, руку подняли, а что-то не подошли. Давайте помолимся и пойдем в Слово Божие вперед. Отец, мы молимся, просим Тебя, благослови Твоим благословением, Господь. За Твою милость я молюсь, Господь, и благодарю Тебя. Отец, что Ты сегодня с нами, вчера, сегодня и вовеки тот же. И Слово Твое, Господь, светильник ноге моей, спасибо Тебе, светильник пути моему, спасибо, Царь, за все. Аминь. Аминь. Да, мне подсказывают сейчас, что, друзья мои, да, давайте воздадим славу Богу, подсказывают, что у нас нужны люди в служении порядка, поэтому, если вы хотите служить, вам подскажут, как служить в служении порядка. Итак, друзья, мое сегодняшнее слово, которым я хотел поделиться в рамках нашего месяца, называется поколение сильных. Мы говорим с вами о поколениях, мы говорим о следующем поколении. И это не просто хорошие, какие-то добрые проповеди назидательные, это слово, которое должно войти в нас как откровение. О том, что мы всегда являемся каким-то слоем людей, будь то на работе, будь то в армии, будь то в жизни, за которым идет следующий слой. И с этим ничего не поделаешь, так устроена жизнь. Но самое главное в этом, то, что нам нужно суметь именно в рамках нашего хождения с Богом, вот именно в этом вопросе, передать наши откровения следующему поколению. И я назвал пробовать поколение сильных, потому что, если следующее поколение получает откровение о Боге, возможно, в другой форме, возможно, по-другому, но получает о нашем Боге, то оно способно поднять больше результата, принести больше эффекта и принести больше для Царства Божьего плода. Итак, давайте откроем с вами книгу Иисуса Навина, 24 главу, и мы с вами, перед тем, как прочитаем текст, я вам расскажу предысторию того, что там произошло. Вы знаете, народ Израиля был 400 лет в египетском рабстве. Они жили в земле чужой, в той, которую Бог им не обещал, это была не их жизнь. Как вот точно я 25 лет прожил в квартире на сортировке, 25 лет, 16 лет мои родители купили там квартиру в 80-х годах, и я прожил 25 лет с небольшими перерывами, и когда я с нее съехал, я прям понял, что меня ничего там не держит, я ушел, как из египетского рабства. И вот евреи через 400 лет вышли так же, как я из своей квартиры. Они даже не вспомнили сразу, когда выходили, потому что знали, это рабство. Но когда попали в пустыню, начались у них испытания, хотя они встретились с Богом, но испытания было тяжело переносить. И это поколение вдруг опять заговорило, давай вернемся в нашу квартиру, на сортировку Нижнего Новгорода. Да и поехали туда, там было так классно, там была молодость, но кроме молодости там еще было рабство. Там не забывай, что это поколение было заражено ментальностью атеизма. И вы знаете, вот наше поколение тех, которые сегодня сейчас в церкви, сегодня вот приходят в евангельские церкви, мы поколение, заставшее атеизм, заставшее Советский Союз. Мы выросли вот на этих фильмах там с легким паром, мы помним, как Владимир, как его звали, Брежнева забыл, Леонид Ильич Брежнев поздравлял нас с Новым Годом, и мы ничего с этим не поделаем. Мы жили тогда, мы это поколение, которое жило без церквей, без проповедников, у нас не было культуры христианства в стране. Мы жили под лозунгом мы наш, мы новый мир построим, сначала разрушим до основания, а затем потом новый какой-то построим. Так вот, как-то однажды я шел в городе Сан-Франциско в Америке по улице, в Америке есть такое движение, называется God Haters, это богоненавистники, они активные, прям так же, как вот, знаете, любая партия, и они прям собирают пожертвования, вызывают на диспуты, снимают залы, точно так же, как мы на проповеди собираемся, они собираются для того, чтобы просто вот разрушить христианство, как таковое. И вот этот парень бегает, вернее, группа ребят стоит, и паренек из этой группы подбегает ко мне, и говорит, сэр, вот подпишите бумажку. И смотрю, такой слоган над ними висит, ну, растяжка, и написано, Imagine no religion. По-английски это звучит, представь, нет никакой религии. Это слова из песни Джона Леннона. И этот парень с горящими глазами подбегает, распишитесь вот здесь, сэр, проголосуйте за то, чтобы в Америке не было церквей, не было христиан, не было пасторов, не было проповедников. И смотрит с горящими глазами и говорит, это же будет рай на земле. Представьте, рай в Америке, нет ничего общего с христианством, имя Иисуса забудут полностью. Давайте, подпишите. Я смотрю на него, говорю, вы знаете, я русский. И он такой, and what? Ну, типа, и чего? Я говорю, может, ты плохо учился в школе, но русский, это значит, который родился в России. Я говорю, историю России изучал, и видно, что не изучал парень. И он что-то, ну, ты мне мозги, типа, не компосируй, что ты хочешь сказать? Мне говорят, чего? Я говорю, понимаешь, Россия раньше была Советским Союзом. Советский Союз, это страна была атеистическая. И там уже не было ни церквей, ни проповедников, ничего не было. Поэтому, твое будущее, это мое прошлое. Я уже там побывал. И понимаешь, вот это твое мечта о рае будущем, это уже мой прошлый ад, в котором я был. И ничего там хорошего не было. Смотрю, парень смотрит на меня, как будто я массаж мозга сделал. И вижу, что люди, они так мыслят. Они мыслят таким образом, они где-то не были, но они рисуют из этого такой рай. И я понимаю, что они приелись, они живут люди в такой культуре, где много церквей, где много проповедников. Их что-то как-то достало, потому что в их вот этой либеральной культуре им постоянно говорят, должна быть семья, должна быть Библия, ты должен молиться. Их настолько достало, что они создают новый мир, новый, в котором им будут говорить, ты свободен, свободен от всего, от морали, от того и от другого. И вот, к чему я эту мысль всю веду, что каждое поколение, так или иначе, оно несет в себе отпечаток своего прошлого. И вот поколение Израиля вышло из Египта, и на нем печаток атеистического прошлого, вернее, и у нас атеистического прошлого, а у них отпечаток их египетского прошлого. И они сначала все начинают с энтузиазмом, но когда сталкиваются с проблемами, тут же разочаровываются. Точно так же наше поколение, я заметил, вот в нашей церкви столько людей приходит ко Христу, они каются, особенно во старшем возрасте, а потом что-то не так, не по их, они легко бунтуют против Бога сразу. Я думал, меня исцелит, я думал, у меня все восстановится, а у меня не восстановилось сразу, да идите вы со своей церковью. Это вот поколение, вышедшее из Египта. И эти парни точно так же шли по пустыне 40 лет, и как что-то было не по их, они сразу вспоминали Египет. Сразу, вот в Египте там были такие дыни, там были такие огурцы, чеснок был, Библия говорит. Все время думаю, чеснок вспомнили. И мы вот точно так же живем сегодня, раз радио ностальжи Новиков играет в захолустном ресторане, где с пятеркой на ура громыхают с топорями. И люди слушают, им нравится это все. Мы, христиане, даже слушаем. У нас только песен про тюрьму. Ни в одной стране мира никто не поет про тюрьму, никогда. Сижу на нарах там, как король на именинах. И ты думаешь, это целая культура, поймите, Египта. И эта культура Египта, она так и не смогла войти в землю, которую Бог обещал. И Бог сказал, я дам землю, которая течет молоко и мед. И в эту землю войдет новое поколение. Другие люди с другой ментальностью, в которых не будет рабства внутри. Вы знаете, кто-то не раз говорил, ну вообще часто такое высказывание, что евреи вышли из Египта, а Египет остался в них. То есть, они вышли из Египта, а Египет из себя не выгнали. И вот поколения всегда сталкиваются с этим разным представлением о прошлом и о будущем. И я хотел говорить некоторые тезисы, и вот перед первым тезисом я как раз зачитаю это место Писания. И вот Иисус Навин, все поколение вымерло прошлое, появилось новое, новое поколение, новые люди, которые родились в пустыне, они не знали Египта. И они стояли, они слышали о том, что Бог обещает им новое будущее, новую землю. Нужно было прийти через Иордан и пойти для того, чтобы получить обещанное от Господа. Только два человека остались из прежнего поколения, только Иисус Навин и Халев, два верных человека Моисею, только они, все, остальные вымерли. Они уже были древние люди, старые уже. И Иисус Навин вдруг стоит перед этим новым поколением и говорит такие слова, как старец уже, хотя силен, он сильный был человек, Писание говорит, что он был сильный, он был готов вести войско в бой, но лет ему было уже много, он застал Египет. И он говорит, Навина 24 глава 15 стих. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить? Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амареев, в земле которых вы сейчас живете? Вот смотрите, интересно, он говорит, ребята, вот поймите, у вас есть выбор, вы свободные люди, вы можете служить богам, смотрите, которым служили отцы ваши. Он говорит, вы можете вернуться туда, вот в 90-е, где тюрьма, где вот эта вот вся тема наркотиков, блатного мира, можете еще глубже к отцам вашим, 80-е, там 70-е, служить атеизму, идеям, которые были прозглашены коммунистическими лидерами, можете там служить, тем богам. Потом второй вариант говорит, а можете служить богам Амареев, то есть среди которых вы сейчас живете, Амареи, даже люди как бы, ну, другой национальности, идентичности. Это новая современная религия либерализма, ну, ее всяко называют, когда нет никаких границ, когда ты не можешь понять, кто ты, у тебя нет отражения даже с твоим полом, ты вообще живешь в таком, знаете, космополитическом явлении, ты вот человек мира, ты говоришь, все религии равны, все одинаковые, все мы геи, все мы лесбиянки, семья не играет никакой роли. Вот можешь этой религии служить, если хочешь, нью-эйдж, там, лазить на Тибет, сидеть там в позе лотоса, созерцать импульсы из вселенной, можешь, но потом раз после точки с запятой говорит, а я и мой дом будем служить Господу. Он говорит, а вот я и мой дом, под домом он подразумевал не наше мелкое представление, мы-то что подразумеваем, я, жена говорит, мой муж пьющий, трое детей от разных браков, нет-нет, он имел в виду, я и мое племя, я, мои дети, жены моих детей, мужья моих дочерей, их дети, у их детей тоже мужья и жены, там уже были поколения, вот это все поколение, мое племя, оно будет служить Господу, это мой выбор, и я хочу это делать. А теперь внимание, вопрос, почему никто из его племени, взрослых людей, не сказал, дедушка сумасшедший, дедушка чокнулся, ему вообще, нам это ничего не надо, нет, все племя стояло с ним, они говорили, нет-нет, мы согласны с нашим дедом и прадедом, мы будем служить, как он сказал, Богу Израиля, который вывел нас из земли египетской, хотя мы в Египте не были, он смог поднять поколение людей, он смог каким-то образом вложить в них ценности, которые проговорил Господь через Моисея, и поэтому первый тезис, если вы запомните, только ты можешь поднять новое поколение, только ты сам можешь поднять это новое поколение, не обязательно учить с пальцем у лица, потому что часто новое поколение не выносит вот этого получающего тона, но смотрите, у нас есть совершенно ясные инструкции, например, в Трозаконе, 6 глава, 6 стих, в Трозаконе 6, 6, смотрите, как же я это потерял, в Трозаконе, 6 глава, 6 стих, 6 глава, 6 стих написано, давайте начнем даже с 5, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими, заповедовал Моисей, и теперь смотрите, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, очень важно, он говорит, слова, которые я заповедую, должны быть не внешним атрибутом, они должны пройти внутрь тебя, они должны стать твоей инструкцией жизни, это слово, которое будет тебя вести как маяк в жизни, в этом сложном мире, ты будешь понимать, что правильно, а что неправильно, что свет, что тьма, что я могу делать и что я не могу делать, вот эти вещи должны главными, и 6, простите, 7 стих, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих, то есть говорит Господь, ребята, проникнись этим словом, разговаривайте об этом слове, пусть это слово, оно будет приходить к вашим детям не с пальцем у носа, а вставая, ложась спать, иди о дорогою, как мы сейчас дороги ходим, пешком что ли, да на машине ездим, на машине едешь, рассуждаешь, и я сколько раз замечал в своей жизни, что прививал слово Божие своим детям в непринужденной атмосфере, едешь в школу утром, раз там какие-то красивые деревья с желтыми листьями, и дети смотрят, раз Пушкин какой-то там вспоминается, унылая пора, чей очарование, и говоришь, а что вот Пушкин так впечатлился, ведь Господь создал, представьте, сотворил небо и землю, он от начала и до конца, и дети понимают, проблемы какие-то в школе, или еще где-то, ты говоришь, слушай, тот человек, который так с тобой поступил, что посеет, то и пожнет, это Иисус сказал, ты же помнишь, какие-то вещи, не плати злом за зло, и дети, они это учитывают, они помнят, рассказывайте истории, не просто я говорю мелким детям, взрослым, у них самые проблемы, у взрослых, у подростков, ты можешь приводить примеры героев Библии, говорить, слушай, а он стоял, тот человек стоял, ну меня папа в школе считает там белой вороной, я вот один там в церковь хожу, там говорят, чуть ли я там ничмошник, слушай, Моисей был тоже один, Иисус Навин был один, и Даниил был один, и многие, и Давид был один, они были одинокие, но они знали своего Господа, поэтому ты стой, будь как они, будь героем, апостол Павел приходил к язычникам один, но он знал истину, и когда ты ее знаешь, ты знаешь, что ты на стороне света, а не тьмы, одна девушка в подростковом возрасте, в старших классах, там ее одноклассницы смеялись над ней, говорят, а что ты там, у тебя еще парней в жизни не было, ты еще девственница, и все смеются, и она говорит, вот знаете, такой как вы, я могу стать за одну минуту, а такой как я, вы уже не станете никогда, понимаете, когда мы воспитываем поколение, вот этих людей, на примерах из Библии, они становятся крепкими, они начинают понимать свою идентичность, что они принадлежат к народу Божьему, и это можем сделать только мы, я прям буквально недавно, вы знаете, у нас вот это поколение наше, которое пришло из атеизма, мы не знакомы с понятием большой семьи, мы не знакомы с понятием таким, что вот ты, ты уже белая ворона, как верующий человек, а вот недавно я был у пастора, у одного дома, у него детей своих шесть человек, и он сам из семьи, где-то их тоже там, не помню, сколько человек, восемь их, и его мама, его мама, бабушка Марта, ее правда вся церковь называет, мама Марта, вот у нее уже правнуки есть, и вот они сфотографились на фотографии всего своего родства, и вот это родство там, наверное, народу, сколько вот здесь сейчас сидит, в этом зале, это только ее прямые потомки, ну, мужа уже нет, и вот ее прямые потомки, и ты смотришь на эту фотографию, и я Андреасу говорю, кстати, он приедет к нам проповедовать, в феврале месяце, мы договорились, он в Германии живет, Андреас Нойфельм, они были иммигранты из России, то есть они были русские немцы, и он говорит, мама нас поднимала, всех парней, мы с детства слушали истории, когда мама там нам рассказывала, говорила, вот там в 63-м году, я там родила вот тебя, меня в роддоме забрали, тебя забрали у меня в детский дом, потому что я верующий, потому что я немка, и говорит, меня забрали, все, лишили родительских прав, и я там стояла на коленях, там в больнице, плакала, и говорила, Господь, верни мне моего сына, и вот, и там по распоряжению какого-то там, ну, бонза коммунистического, ребенка вернули обратно, и она говорит, это же чудо было, и я знала, это вот ты там, кому-то из детей, вот тебя я вернула молитвами, того вернула молитвами, Вера, моя жена проповедует на женском собрании, женщины сидят, слушают, и только одна там бабуля с задних рядов такая, Аллилуйя, сзади там, Аллилуйя, слава Господу, кто это? Тетя Марта, или мама Марта, бабушка Марта, и ты понимаешь, она произвела целое поколение, и вот мы у этого пастора дома сидим, он сидит уже со своими сыновьями, и его там невестки сидят, потом дочери с мужьями, уже внуки у Андреаса уже, и ты смотришь, вот в доме как-то красиво шумно, много людей, красивый дом, и ты понимаешь, это целое племя, которое человек произвел, и Андреас мне говорит, самое удивительное в этом, вот на этой фотографии, там стоит куча народу, точно больше, там, пару сотен, и он говорит, все люди выцерквленные, все до одного принадлежат церкви, в Германии, все до одного люди знают Господа лично, и я смотрю, это не может не впечатлять, друзья мои, не может, а все благодаря маме Марте, одной просто, мама Марта, которая всю жизнь молилась, всю жизнь была в церкви, всю жизнь наставляла парней, муж ушел, она осталась одна женщина, остались сыновья, здоровые, вы знаете, маме наставлять ту кучу сыновей, не просто, подростки еще, они там что-то, ну всех сохранило во Христе, всех, не теряю вас, дорогие мои, второй важный тезис, важный, если одно поколение потеряет Слово Божие, оно потеряет свою семью, поколение, потерявшее Слово Божие, потеряет свою судьбу, это мы должны понять, что стоит одному поколению пренебречь Словом Божьим, одному поколению засомневаться в том, что это истина, плоды негативные уже придут в следующем поколении, уже внуки будут развращенными людьми, уже внуки будут не знать Господа и уже будет семья относительным понятием. Я вообще удивляюсь, как только вот наука стала развиваться, как только стали появляться первые ростки вот горделивой науки, тут же началось отступничество по всему миру, не только в Европе, вообще по всему миру и сразу же на замену ума пришли развратные мысли. Тут же, как цвести начал этот гомосексуализм, сразу же цвести начались вот эти вот все развращения, какие есть, причем они на каком-то государственном уровне. И вот я остаюсь с одним братом. Вообще, я в Германии люблю очень книжные магазины. Немцы умеют делать классные, красивые книги, с такими, знаете, особенно исторические, со стрелочками, походы, кто куда пошел, от крестовых походов до походов Наполеона, все посмотришь. Все такое красочное. Ну, к сожалению, надо немецкий язык знать. Ну, мне хватает. И вот я стою, одну книжку открываю, красивую, красочную. Она называется Zeitgeschichte. Ну, по-русски переводится «История времени». И эта книга, она объясняет вообще, что такое время, восприятие времени, такая толстенькая, красивая, и не для детей, а такая, ну, для, и не пожилых людей, а для, ну, среднего такого поколения. И вот там раскрываешь ее, и сразу на двух страницах так красочно, красиво начинается с одной стороны, идут такие, знаете, деления, эти деления показывают вообще понимание времени. И вот первое деление, такое огромное, белое, и оттуда взрыв, и надпись такая. Великий взрыв, с которым началось вселение, до него не было времени. Ну, времени не существовало, потому что его нельзя было определить. И потом деление, там, миллиарды лет, миллиарды, там, а счет деления. И тут формирование планет, потом газовое облако, раз, потом земля, солнечная система, опять 3 миллиарда лет, 5 миллиардов лет, потом, бах, земля наша, теория эволюции, такая, знаете, сносочка. Тут инфузоры, туфелька, динозавры, что-то еще, там, человек такой маленький, потом опять еще миллиарды лет, еще миллиарды, уже земля серая, опять какая-то вселенная вся в крошках, и потом, бух, такая черная полоса, и написано, конец времени, и der Große Friese, по-немецки, это значит большая смерть, можно сказать, заморозка всей вселенной, то есть она перестанет существовать, опять. И такая стрелочка, где мы сейчас находимся, ну такая земля, и так стрелочка с пальцем, и написано, мы сейчас здесь. И вот я смотрю на эту книжку, и другу своему говорю, слушай, вот посмотри, и он смотрит на нее, я говорю, а книжка такая красивая-красивая, я говорю, вот это и есть Библия современного либерального мира, потому что он тебе говорит, якобы на научной основе, что вначале ничего не было, был какой-то взрыв непонятный, потом миллиарды, 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 потом мы тут, мы здесь, потом миллиарды, миллиарды, и смерть вселенной. Я говорю, ты представляешь, ну и стрелочка написана, мы здесь, а зачем мы здесь, если там ничего не было, и там ничего не будет. Мы здесь, кто мы? Вот этот вопрос и задают люди, а кто мы? И настолько в своих умств в них запутались, как апостол Павел говорит, что они вообще все в жизни перепутали, все флажки, все взлеты и посадки своих самолетов, и они, а мы не знаем, кто мы. И дети растут, вырастают, им говорят, нельзя насиловать душу человека, потому что ребенок должен сам определиться в своей половой принадлежности. Понимаешь, и мальчик растет, пятилетний, спрашивает маму, кто я, мама? Она, я не могу насиловать твою маленькую душу, сам разберись, кто ты, мальчик или ем, мы не знаем, сейчас 14 полов существует, гей-психолог с тобой поговорит и объяснит тебе, кто ты, возможно, объяснит. И мальчик бедный, он не поймет, с чем ему играть, то ли с куклами, то ли еще с чем-то. Он растет в мире, в котором все относительно. Ему говорят, семья, ее нет, это миф, просто придумали, вот мы так как-то удобно, но сейчас уже тоже неудобно, семья может быть разная. И бедный ребенок, и каждый раз мамочки говорят, им психологи говорят, нельзя насиловать душу ребенка. А я вот думаю, это и есть насилие над ребенком, как раз. Не говорить ему, кто он, не говорить ему, что девочка это девочка, а мальчик это мальчик. Потому что поколение, потерявшее слово Божие, оно все превращает, у него нет четких истин каких-то, у него тьма одна, там вначале не поймешь чего, тут чем закончилось, не поймешь, мы здесь, зачем мы здесь, кто мы, то ли от обезьян, вот тьма полная. И вот слушайте, и теперь интересно, пророк Исайя, еще за 500 лет до Иисуса Христа, вдруг говорит такие слова, потрясающе, пророк Исайя сказал, смотрите, Исайя 5 глава 17 стих, и будут пастись овцы по своей воле, вот только это остановимся, он говорит, овцы, будет время, будут пастись по своей воле, овцы не пасутся по своей воле, им нужен пастух, который овец ведет и говорит, вот здесь пить надо, пойдемте сюда, здесь вы будете ночевать, здесь вы зимой будете спать, туда вы не пойдете, там волки, пастух, он должен водить, пастух наш Иисус, пастух показывает, куда нужно идти, а пророк говорит, будет время, когда люди будут, как овцы, по своей воле, они даже на себя смотрят, и не поймут, какого они пола, они не поймут, семья им нужна, не нужна, какая семья, кто мои дети, не поймешь, чьи дети, все, полный либерализм, а книжка такая, красивая, красивая, такая бесовская, бесовская, я даже анекдот сразу вспомнил, на эту шутку, знаете там, бабушка Ленина видела в детстве, вот ее пионеры приглашают, говорят, бабушка, говорят, вы Ленина видели, она говорит, да, видела, говорит, маленькая была, 6 лет было, бегу по улице, смотрю, Ленин булку с маслом ест, я ему говорю, дедушка Ленин, а я голодный, голод же в стране, кричу ему, дай откусить, а он, не дам тебе девочка, а глаза такие добрые, добрые, и вот я смотрю в эту книжку, такая книжка добрая, добрая, красивая, красивая, но столько отравы, и я понимаю, в начале, где вот эти деления были, в начале нужно было сказать, четко, как говорит Библия, в начале сотворил Бог небо и землю, не взрыв великий, Бог сотворил по своей суверенной воле, потом миллиарды, может быть, там я не знаю сколько лет, у Бога один день, как тысячи лет, и люди мне, а ты там был, я говорю не был, так и ты не был, что книжку-то нарисовал, ни я, ни ты, мы там не были эти миллиарды лет, так ведь, но у тебя в конце тьма и конец вселенной, а у меня царство Божие, мы снимем нашу шкуру вот эту, однажды наше тело, мы сдадим ее, как в армии, знаете, униформу, а потом Господь нам даст новое тело, и мы перейдем, и смерти Писание говорит, в жизнь, и так вечно с Господом будем, но ее Писание так говорит, и там новая жизнь, там будет не Дергрос и Фризы, а будет настоящая жизнь со Христом, и тогда, вот эта стрелочка, мы здесь, сразу имеет полный смысл, сразу все понятно, но люди настолько извратились, что пророк, смотрите дальше, говорит, смотрите, 18 стих, горе тем, которые влекут на себя беззаконие, вервями суетности, и грех, как бы ремнями колесничьими, говорит, люди будут тянуть на себя беззаконие, как норму жизни, будут тянуть на себя грех, как норму, и говорит, 20 стих, еще страшнее, горе тем, которые зло называют добром, а добро злом, тьму называют светом, а свет тьмою, горькое почитают сладким, а сладкое горьким, пророк говорит, вот будут времена, когда люди будут говорить, в церковь ходить плохо, ты ненормальный, ты сумасшедший, ты что старомодный, с этой Библией ходишь, читаешь эту дурную книжку, ты что, а вот свет, это я гей, это свет, принимайте меня, я в свете хожу, когда будут блатные песни петься, и восприниматься, как прекрасное, в захолустном ресторане, где с пятеркой, да ура, громыхают стопорями, кто не допили с утра, и народ собирается, хлопает, цветы бросают, а песня, я благодарю тебя, Иисус, какая глупость, какие сумасшедшие здесь собрались, благодарю тебя, Иисус, позор вам, стыдище, порок вам, порок и стыд, детей нарожали, пятерых, шестерых, стыд, позор, голодьбу распространили по миру, а вот я по-честному, у меня пять жен было, шесть сейчас есть, детей ни от кого, а все, кто есть в репцентрах, наркоманы по всей стране, вот мужик, сумасшествие, чокнулись, да, да, вот смотрите меня сейчас по телевидению, это не я сказал, это сказала Библия, Библия говорит об этом, она говорит, что тьму будут называть светом, а свет будут тьмою, и если хотя бы одно поколение потеряет откровение о слове Божьем, тогда будет труба всем, всем, не только церкви, будет всем, нам говорят порой, вот, говорит, восточные народы, к армянам придешь на свадьбу, там, тысяча человек на свадьбе, говорит, вот там, там бабушка, там ей уже 120 лет, и ее везут на свадьбу, там, туда-сюда, зачем вроде, а вот европейцы, свадебка, 30 человек, там, 20, посидели нормально, и говорят, европейцы жадные, нет, я езжу по их, с европейцами, понимаю, европейцы не жадные, просто европейцы понимают, что это все несерьезно, для восточных народов, армяне, азербайджанцы, там, еще кто-то, они, это, это навсегда, это кланами мы сошлись, кланы сущие, женятся, все, даже бабка, она едет, бабуле 120 лет, это кланы сроднились, как меня везите туда, на свадьбу, а на западе, 30 человек собрались, друзья, так, попили, там, что-то, по 50 евро дали, заплатили в ресторане, все же понимают, ну, все же понимают, какие кланы, сейчас годик поживут, повеселятся, потом разлетятся, что, я потом опять на следующую, что ли, их свадьбу поеду, зачем мне здесь комедии, следующая будет, опять 50 евро дам, посижу, вот поймите, из-за этого происходит влияние, даже на понимание свадьбы, семьи, и вот этих вечных ценностей, надеюсь, вас не теряю, друзья, третий тезис, и очень важный, третий, молодежь хочет переживать Бога, а не только слышать о нем, молодежь хочет переживать, поймите, что храмы любой конфессии, они, как правило, не застряны на молодых людей, вот если ты посмотришь, любой религии, любой, независимо, ничего личного, любой религии, ты увидишь, что очень мало в этих храмах людей, любая религия, я по миру приезжаю, я вижу любые храмы, молодежи очень мало, как правило, стоят люди пожилые, даже может быть старые, потому что они понимают, что встречаются с вечностью, и они как-то там вот пытаются отмолить, может, свою жизнь, а молодежи очень мало, и ты думаешь, почему, вот вопрос, почему, вы знаете, молодые люди, они менее лицемерные, и они хотят переживать, сегодня молодому поколению нужны переживания, больше, чем все остальное, вот по этой причине, они употребляют наркотики, вот по этой причине, они ходят в ночные клубы, по этой причине, вся литература о любви рассчитана на молодых людей, потому что должно быть переживание, и знаете, что удивительно, Бог об этом говорит, что интересно, что Господь хочет, чтобы он стал их Богом, потому что, если человек молодой переживет Бога, сильнее, чем ночной клуб, чем штыр наркотиков, чем свои эксперименты, другие жизненные, то тогда он его не оставит никогда, Господа, потому что это будет его личным Богом, и что интересно, вот при этом, что я сейчас рассказал, одну сторону медали, есть совсем другая волна, переживания с Богом, и оно везде, я сейчас, мы с супругой часто приезжаем в какие-то страны, там, те же европейские, и я удивляюсь, парадокс, в тех же самых странах, где сегодня с высоких кафедр говорят о том, что, и мы, кстати, русские, слышим эту информацию с высоких кафедр, что якобы там уже все уже огеялись, олибералились, ты удивляешься, сколько молодых людей сегодня приходят на собрание искать Господа, и в Германии, и в Швейцарии, и во Франции, я просто удивился, недавно парень, ну, человек молодой, ну, как молодой, он даже постарше меня, ну, я считаю себя молодым все-таки еще, да, Жан-Люх Траксель, он говорит, на меня просто однажды пришло такое откровение, Европа будет спасена, он стал снимать самые большие стадионы, стал приглашать просто людей, церковь, воцеркленных их друзей приглашать, прославление, вот как сегодня, просто о Боге, вы знаете, я диву дался, я просто дался диву, просто фотографии, огромные, стадионы стоят, в Мюнхене, 12 тысяч людей, одна молодежь, и ты думаешь, подожди, пастор, может, ты говоришь, мы не понимаем тебя, пастор, только что сказал, что храмы пустые, вот знаешь, я в Колумбию приезжаю, прихожу в Колумбию, захожу в храм национальный, и вот там три бабушки стоят, потом я перехожу через дорогу, прихожу, и там стоит служение в видне 12 Костеланоса, 40 тысяч стадион, полный битком, одна молодежь, и все говорят о Боге, молодежь хочет переживать Бога, не думайте, что им не надо Бога, он им нужен, только он нужен им по-настоящему, и на понятном им языке, поэтому мы сегодня говорим, а, молодежи не надо, им надо, но им нужно настоящее, вы со мной, дорогие мои? И если даже ты старшего поколения, ты можешь, как бабушка Марта, говорить слова истины, как Иисус Навин, который стоял с людьми и говорил, я и мой дом будем служить Господу, зная свое будущее, не надо тебе быть молодым человеком, но нужно говорить на языке понятном, и тогда ты увидишь, их цепляет Слово Божие, сильнее даже, чем пожилых людей, мощь приходит такая сильная, что даже объяснений ей нет, Жан-Люк рассказывал, вот этот вот проповедник, он говорит, когда собиралась по Европе, они даже назвали так, проект своего, Европа будет спасена, и вот эта молодежь приезжает повсюду, католический кардинал пришел к нему, и говорит, что вы творите, мы даже, говорит, не понимаем, как столько молодежи идет, он говорит, у нас будет какой-то праздник, ну не помню, то ли Вознесение Господне католическое, либо еще, приедьте, говорит, к нам, может быть, вы как-то коснетесь молодежи, представьте, католик приходит к протестантскому проповеднику, Жан-Люк говорит, я сам попутал все, приехал в город Страсбург, встал на ступенях собора, центрального собора, с этим же кардиналом, кардинал сказал, говорит, молодые люди, вы пришли, хотите слово Божие послушать, вот человек вам скажет слово, полная площадь, улицы, во все стороны, все забито молодыми людьми, и Жан-Люк говорит, я молился, и сказал, Господь, сойди святым духом, молодежь со слезами плачет, руки к небесам поднимают, в интернете есть фотографии, посмотрите, называется, Европа будет спасена, Страсбург, там есть все эти фотографии, стоят молодежь, кучи, и он говорит, я думаю, католики, а так переживают Бога, слушайте, молодежи, им все равно, кто ты, католик ты православный, там протестант, это мы намазались своими конфессиями, для Бога этих границ нет, он приходит, и человеческая жизнь меняется, приходит, изменяется желание его сердца, и молодежь реально идет, и мы сидим дома, у одной семейной пары, сидим, и вот я думаю, я во-первых русский, это уже как бы, ну не интересно, вторых старшего поколения человек, и вдруг смотрю, их дети, вот этих людей, дети там 15 лет, 20, 23 года, дети, сидят с нами за столом, никуда не уходят, я куда-то иду, они тоже с нами, мы на машину сели, поехали лес смотреть, они с нами поехали, с женой с нами, и я думаю, почему молодежь тусуется с нами, да тусуется, ну в Европе, да потому что она чувствует, что мы одно, во Христе, им интересно, и ты думаешь, вот с одной стороны, им тут сверху говорят, великий взрыв, потом вечная смерть, мы здесь, все относительно, а внутри их, они говорят, нет, молодежь говорит, не относительно, есть понятие семьи, есть вечности, я не хочу жить бессмысленной жизнью, мне нужно спасение, я верю в царство Божие, и они горячие, проповедуют по всей Европе, и нам еще надо это не потерять, еще успеть за ними, поэтому, друзья мои, Господь был и остается истинной в последней инстанции, смотрите, что говорит Слово Божие, однажды пишет Иоанн, уже будучи старым человеком, он пишет 1 Иоанна 2 глава 14 стих, говорит, я написал вам отцы, потому что вы познали безначального, я написал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого, 1 Иоанна 2 глава 14 стих, 1 Иоанна 2 глава 14 стих, написано, отцы вы познали, у вас есть познание, как у Иисуса Навина, вы познали, вы живете со Христом, но поймите еще, следующее поколение, я написал вам юноши, потому что у вас есть сила, сила для евангелизации, у вас есть драйв, вот после собрания, заканчивается собрание вот здесь, три собрания, куда я еду? Я еду домой, полежать, отдохнуть, с женой пообщаться, мне никого больше не надо, чайку попить, куда едет молодежь после церкви? Она три собрания может шуршать, снимать, бегать, а потом она еще едет на фудкорт, и там они еще тусуются, они сильны, только куда эта их сила пойдет? И Библия говорит, вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, Господь говорит, что пребывая в вас, Слово Божие производит в вас переживание, они хотят переживать Бога, поэтому они хотят побеждать Лукаова, следующий стих, следующая строчка, и вы победили Лукаова, вот, друзья мои, в чем язык молодежи, им нужно дать место для работы, и поэтому следующий тезис, следующий, четвертый тезис, у молодых людей есть своя стратегия расширения Царства Божьего, у молодых людей есть своя стратегия расширения Царства Божьего, мы с вами иногда, ну, мы с вами, я себя тоже считаю, хоть и молодым человеком, но все-таки, мы порой не понимаем их, мы не знаем, что у них, какую музыку они слушают, как они одеваются, их одежду, их форму, но это вторично, это на самом деле вторично, у них есть своя стратегия расширения Царства Божьего, По-своему своей музыкой, через инстаграм, через интернет, через свои тусовки, которые для нас, может быть, кажутся странными, неинтересными. И горе нам, когда мы пытаемся натянуть наше понимание на молодых людей, тогда мы их просто потеряем. У меня было недавно переживание, еще одно. Я был в одной стране, и там была церковь около 5000 человек, центральная церковь. Большое здание красивое. И при этой церкви есть служение для русскоязычных, то есть для русскоязычных эмигрантов. И меня вот эти эмигранты пригласили, и я у них проповедовал, там было человек 500 в зале, служил у них. А вот эта большая церковь, она рассчитана, соответственно, на местных жителей. И мы пошли что-то в туалет, и пока в перерыве шли, пастор вот этого русского собрания, он мне говорит, он говорит, ты знаешь, эта церковь всего несколько лет назад была 10 тысяч человек. Они ежегодно теряют по тысяче человек, их становится все меньше и меньше. Молодежь в церковь не идет, хотя протестантская церковь. Говорит, старые люди умирают, просто физически уходят из церкви, ну, умирают. И говорит, и церковь, она уменьшается с каждым годом. И сейчас 5000 человек. Я слушаю, так интересно. И, главное, в туалет только заходим, выходит молодой человек из туалета, лет 30 примерно, выходит в таком строгом костюме, очочки такие в роговой оправе, круглые, как у Гиммлера. У него чемоданчик, даже не чемоданчик, а дипломат кожаный, ботиночки такие остренькие, старомодненькие. Реверентка здесь беленькая такая, причесан, причесочка тоже такая из 30-х годов. И вот он выходит из этого туалета. И мне мой друг говорит, а вот познакомься как раз, это наш молодежный пастор вот этой центральной церкви. Молодежный пастор, познакомься, я знакомлюсь. Мы не можем с ним говорить на одном языке, у него совсем другой язык. И он представляет меня, говорит, это вот Павел Рынтич из России приехал, служит нашему русскому собранию, а это вот молодежный пастор центральной церкви. И по иронии судьбы, стена церкви, она сделана из витражей прозрачных, то есть белые как бы стекла, и через них видно улицу, очень хорошо. И на улице кафе, рестораны, страна теплая, южная, и видно тут автобусы ходят, такси, и видно так много кафе и ресторанов. И сидит молодежь там. И мы поздоровались, и этот молодежный пастор ушел. И я говорю моему другу, говорю, я понял, почему церковь теряет по тысяче человек ежегодно. Он такой, да, почему? Я говорю, ты видел молодежного пастора? Он мне говорит, ну он хороший человек. Я говорю, принят аргумент. Никто не говорит плохой или хороший. Просто его видение, его картинка жизни, это угодить старшему пастору. А старшему пастору почти 70 лет. То есть его желание быть вот перед старшим пастором. У него в жизни вип-персона это старший пастор. Слушайте, горе церкви, если в церкви вип-персона это пастор. Вип-персона в церкви это новые люди. Вип-персона это грешники. Ты скажешь, а где в Библии это сказано? Когда блудный сын вернулся к отцу. Вспомните, ради кого сделали пир? Ради вип-персона. Ради вернувшегося этого грешника. Иисус сказал, об одном грешнике будет больше радости на небесах, чем о 99 праведниках. Он говорит, ради одного вип-персона. Вип-персона это люди на улице, это грешники, это алкоголики, это наркоманы, это те, кто перешагнули нашу церковь в первый раз. Вот вип-персоны. Мы же все хотим пожать быстрее руку пастору. А пастор задолбался. Тысячи человек пожали руку, и он уже с ума сошел. Ну я не про себя, а вообще про любую церковь. Надо здороваться и искать глазами вот людей, которые пришли в первый раз. Молодых людей. И я говорю этому моему другу, говорю, вип-персоны, вон они на улице сидят. Все эти вип-персоны. Они сидят с сигаретами, они сидят с пивом, сидят. Посмотри, как они даже одеты. Они сидят в рваных джинсах, они сидят там с прическами современными. Они смеются, девчонки, парни. И говорю, этот человек может быть сто раз хорошим, но он даже живет в другом диапазоне. Они даже его не способны слышать. Я не говорю, что ему надо тоже рваные джинсы. Я не говорю, что ему нужно волосы покрасить в панк цвет. Но хотя бы средневековые одежды снять. Ну хотя бы просто говорить на языке просто с людьми, на понятном, на их болях. Пусть он придет, уберет этот дурацкий дипломат. Его уже не носят 30 лет, как этот дипломат. Ну рюкзак одень. Одень кроссовки вместо этих своих туфлей-остроносых. Убери эту реверенку. Ты что с ней, по улице что ли ходишь с этой реверенкой? Сел за стол, и люди шарахаются от тебя. Кто ты? Зомби. По этой причине, по этой причине нужно быть понятными молодому поколению. И вот тогда, наоборот, заговоря на их языке, достигнувшие их сердец, их ситуации, Библия говорит, юноши, вы сильны. И знаете, апостол Павел пишет Тимофею, 1 Тимофею, 4 глава, 12 стих. Он пишет пастору Тимофею. Он не пишет просто какому-то Тимофею. Он пишет человеку, который ответственный за большую церковь. И он говорит, никто да не пренебрегает юностью твоей. А почему люди могли пренебрегать? Потому что, возможно, видели в его одежде что-то такое другое. Видели, что подход у него более свободный. И говорит, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. И ни разу не сказал ему, оденься вот так, чтобы было все правильно, говори за унывным голосом. Он говорит, наоборот, никто да не пренебрегает. Люди будут пренебрегать, а ты, Тимофей, не сдавайся. Вы знаете, я порой даже вот прихожу, мне тоже делают замечания. Чего ты все время в джинсах? Чего ты рукава закатываешь? Чего у тебя фенька здесь висит? Это мой сын мне сделал вот эту феньку, повесил. Я говорю, ну, так. Я даже иногда детей спрашиваю. Дети, я адекватно одет для современного поколения? Хотя бы, чтобы было и прилично, и прилично с одной стороны. А с другой стороны, ну, чтобы молодые люди воспринимали, они меня не боялись, чтобы. Просто не шарахались, в обморок не падали хотя бы. К чему я это говорю? Потому что нам нужно завоевать молодых. А тогда молодые завоюют всех остальных. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...